МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 20% государственных закупок проводились с различными нарушениями. Об этом в ходе аппаратного совещания в областном Акимате заявил руководитель областного управления госактивов и закупок. Ремонт автомобильных дорог республиканского и областного значения находится под особым контролем. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсюбаев ознакомился с реализацией ремонтной кампании. За рулем и стар, и млад. В Караганде прошли два этапа республиканского чемпионата по картингу. Спортсмены со всего Казахстана соревновались в разных возрастных категориях. Слишком много нарушений при проведении государственных закупок. Такое заявление в областном Акимате сделали представители Департамента внутреннего государственного аудита. Согласно отсчету, проверкой охвачено около 8 тысяч процедур госзакупок. Из них более 20 процентов проведены с нарушениями. Лариса Хусаинова с подробностями. В соответствии с законом о государственном аудите и финансовом контроле, органами государственного внутреннего аудита на постоянной основе проводится камеральный, то есть налоговый контроль всех государственных закупок. Однако уровень выявляемых нарушений по-прежнему остается высоким. С 1 января 2016 года процедуры проведения государственных закупок внесли ряд изменений в связи с введением нового закона, правила осуществления государственных закупок и разработка нового веб-портала. Согласно данным республиканского веб-портала государственных закупок по состоянию на 30 июня текущего года, общий объем запланированных государственных закупок в области составил 81,5 миллиардов тенге. Ежемесячно проводятся семинары-соовещания по вопросам применения законодательства о государственных закупках, в том числе с участием Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области по итогам проведения камерального контроля. Основная цель этих семинаров – профилактика нарушений в сфере госзакупок и повышение правовой грамотности заказчиков и организаторов. Акимобластин Рухамбет Абдебеков дал ряд конкретных поручений по проведению государственных закупок. «Тогда вот такой перечень, потом по итогам, когда все конкурсы пройдут, вы составьте мне, доложите отдельно, где у нас получилось наиболее вот такие, скажем, с одной стороны хороший результат, что экономия получается, но с другой стороны есть угроза, что это будет экономия в ущерб качеству. Там подумаем, как делать». В соответствии с утвержденными графиками, по состоянию на 8 июля в целом по области запланировано проведение около 800 конкурсов на сумму более 35 миллиардов тенге. Городами и районами запланировано проведение 480 конкурсов на сумму более 18 миллиардов тенге. Наибольшее количество конкурсов пройдет в Караганде – 112 конкурсов на сумму более 12 миллионов тенге. Меньше всего конкурсов состоится в Улытауском районе – 7 конкурсов на общую сумму – 192 миллиона тенге. Лариса Хусейнова, Ложас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Свыше 660 километров дорог республиканского значения в Карагандинской области нуждаются в реконструкции. С ходом ремонта автомобильных дорог областного и республиканского значения ознакомился первый заместитель Акима области Асалбек Десюбаев. Работы по среднему ремонту участков автодороги Казаларда-Павлодар-Успенко начались в июле. Сегодня ведется реконструкция трех километров дорожного полотна в районе завода «Стройпластмасс». Здесь будет проложен асфальтобетон высотой 5 сантиметров. Ширина дороги в составе 14 метров. Планируется здесь фрезерование 5 сантиметров асфальтобетонного покрытия существующего. Будет произведено выборка пучиничных мест, ямочный ремонт, вравнический слой. И потом под асфальтовый плащик будет уложено 5 сантиметров асфальтобетонного покрытия. Особое внимание первый заместитель Акима области уделил ремонту на участке автодороги республиканского значения от ДСК до поворота поселка Коктас. Напомним, что в начале июля на совещании по безопасности дорожного движения Аслабек Дюсибаев подверг жесткой критике работу карагандинского областного филиала «Казовтажол». А именно в части неудовлетворительного состояния этого участка республиканской трассы. Дорожное полотно здесь полностью разрушено, имеются большие ямы. В связи с чем в Акимат области поступает большое количество жалоб от жителей. В свою очередь Канад Шаймин извинился перед жителями Караганды и Сара, не запричиненные неудобства, и обещал приступить к ремонтным работам с 4 июля этого года. Я с вами полностью согласен. Я, конечно, есть определенные причины, как вы отметили, но буквально с понедельником мы приступим к работе. Я приношу свои извинения перед поселением региона, перед поселением города Сарай. Встанет денег, мы приступим, возьмем на личный контроль. Ремонтно-строительные работы на этом участке автодороги уже начаты. Определена подрядная организация – ТО «Армстрой». Предприятие проведет средний ремонт двух участков дороги. На это выделено более 207 миллионов тенге. На объектах работают 29 единиц техники и 37 человек. Стоит отметить, что по обоим участкам будет отфрезеровано более 92 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Произведена укладка выравнивающего слоя. Работы планируется завершить в октябре этого года. По итогам объезда первый заместитель Акима области дал ответственным государственным органам и национальным компаниям ряд конкретных поручений. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В селе Яркендык, Щитского района, из-за вспышки сибирской язвы карантин продлили еще на несколько дней. Об этом сообщили в областной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора. Карантин предполагалось снять 12 июля. Однако принято решение продлить его еще на три дня. Сегодня специалисты проводят дополнительные исследования пробы почв после дезинфекции. Напомним, в селе Яркендык была зафиксирована вспышка сибирской язвы. В областную инфекционную больницу были госпитализированы 11 человек. Лабораторно подтвердилось 8 случаев. Двое заболевших скончались. По информации ветеринарной службы, сегодня обстановка в селе Яркендык стабильная. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Подготовка документов и особенности перевода. Семинар с таким названием провели в областном управлении по развитию языков. На мероприятии отметили, что подобные встречи проводятся регулярно. Их главная цель – ознакомить специалистов-переводчиков с последними изменениями в терминологическом фонде. Семинар проводится не впервые. Подобные мероприятия набирают большую популярность среди казахстанцев. На сегодняшний день в Караганде ведется активная работа по развитию языков, прежде всего по развитию государственного языка и переводческого сектора. Сейчас выпускники-переводчики в большинстве случаев не могут найти работу по специальности. Везде требуются профессионалы с опытом работы. Не секрет, что сейчас у нас все документы разрабатываются на русском языке, затем переводятся на государственный язык. И вот тут как раз нужен потенциал переводчика. Каким образом этот документ дойдет до центра, и каким он будет написан, каким понятным и непонятным языком, от этого, возможно, будет зависеть дальнейшая судьба целого региона или ведомства, организации. Но переводчик – это золотой мост, он носитель. Салтанат Кулмагамбетова работает главным специалистом в управлении архитектуры и градостроительства Карагандинской области. Занимается переводом документации на протяжении 10 лет. Девушка уверяет, что работа несложная, но часто сталкивается с проблемами в переводе специфических терминов. Сегодняшний семинар мне очень нравится, так как на таких площадках обсуждается проблемный вопрос в сфере переводческого дела. Также мы узнаем для себя все новое, попытаемся разрешить актуальные вопросы в сфере переводческого дела, так как язык – это живой организм, он требует постоянного совершенствования. В работе семинара приняли участие около 60 человек, в число которых вошли специалисты департаментов, делопроизводители-переводчики, сферы образования и здравоохранения. Напомним, что делопроизводство в Казахстане полностью переведено на государственный язык еще 10 лет назад. Однако наравне с государственным во всех организациях и учреждениях действует русский язык, а значит специалисты-переводчики еще долгое время будут востребованы на рынке труда. Асель Созамбаева, Исламбеков, Пан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Страна чудес, Сотау ТВ. Так назывался республиканский конкурс детских рисунков. Состязание проводится не первый год и с каждым разом количество участников растет. В конкурсе могли принять участие дети в четырех возрастных категориях 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет. Все, что требуется от участников, это немного фантазии и старания. В этом году от нашей области в конкурсе приняли участие 10 ребятишек. Мадина и Айзада Рымбаевы одержали победу, заняв первые и вторые места. Девочек наградили ценными подарками и почетными грамотами. Так как она не знала, что рисовать именно в Сотау ТВ, именно тарелку, как она выглядит, не знала. Мы нашли мультфильм, смотрим часто про мишки-ми-ми-мишки, и там был сюжет про тарелочку, как цыпа там каталась. Я ей рассказала, объяснила, что такая же тарелка, только Сотау ТВ. И с этого началось, она как сразу начала рисовать, поняла свою идею, показала мне, и мы целый день рисовали это все. Ну, как бы ушло на рисунки два дня, нам понравилось. А Айзада, как уже старшая девочка, она уже в своей фантазии, в своей идее превратила в рисунок. Как вы думаете насчет этого конкурса? Ну, конечно, спасибо большое за такое мероприятие, такой конкурс. Очень была рада участвовать. Конечно, не верила в наши силы, что целый Казахстан будет участвовать. То есть все города, и мы выиграем первые места. Где в Караганде можно приобрести строительные материалы и все необходимое от водоснабжения до канализации? Дешево, но хорошего качества. Таким вопросом задается каждый, кто занимался ремонтом. Оказывается, все необходимое можно купить в одном месте, и при том по вполне приемлемым ценам. Об этом наш следующий материал. Где карагандинцы могут приобрести качественные инструменты и оборудование для водопровода, канализации, водоотвода, а также радиаторы отопления, климатическое оборудование и различные строительные материалы? Эти вопросы нередко беспокоят жителей нашего города. Мы нашли надежный торговый дом «Вияка», который работает на рынке с 2001 года. Главной задачей компании является обеспечение клиентов всем необходимым материалом. За 15 лет успешной работы компания наработала постоянную клиентскую базу. На сегодняшний день «Вияка Трейд» сотрудничает с такими крупными предприятиями, как «Эфес Казахстан», «Мунай Кампани» и «Экспериментальный завод номер один». Немало контрактов компания заключила с ведущими производителями. Одни из них – российская торговая марка «Контур». «Вияка Трейд», кстати, является ее официальным представителем в Казахстане. В нашем торговом доме предоставлена продукция из труб и фитингов из полипропилена, которые предназначены для водоснабжения как центрального отопления, так и частных домов. Есть также трубы канализационные для внутренних работ и для наружной работы. Это все фирмы «Контур», предоставлено и производство «Россия». Также есть в нашем торговом доме еще фитинги и трубы из полиэтилена. Непосредственно есть также краны фирмы «Бугатти» и фитинги металлические фирмы «Вальтек». Многолетний опыт работы позволяет создать интересующую клиента систему при любом бюджете, с индивидуальным подходом к каждому заказчику. За время работы компании было продано более 6 миллионов единиц товара. Цены здесь дешевые, а ассортимент разнообразный. Андрей Царангов при необходимости сразу заходит в торговый дом «Вияка». Именно здесь, по словам мужчины, он может без проблем отыскать то, что ищет. К тому же специалисты всегда могут подсказать, какой товар подойдет лучше в той или иной ситуации. Ассортимент здесь хороший. И вот то, что мне нужно, детали всякие подобрать, чтобы все красиво дома у них смотрелось, в этом магазине все есть. Для удобства потребителей торговый дом «Вияка» находится в центре города. Магазин работает по новому графику. Каждый день с 9 утра до 7 вечера, без выходных. Вам не придется сомневаться в качестве товара, ведь компания работает только с проверенными партнерами. И еще одно преимущество данного торгового дома – это возможность взять кредит на любой вид товара. Чем тратить время и средства на непроверенный товар, лучше сразу обращаться к профессионалам, которые обеспечат вас качественной продукцией. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Казпочта выпустила марку, посвященную Геннадию Головкину. Об этом сообщает пресс-служба Казпочты. Блок, посвященный казахстанскому боксеру, состоит из пяти марок. Геннадий Головкин – один из самых известных в мире боксеров. Теперь его изображение есть на казахстанских почтовых марках, сообщает пресс-служба Казпочты. Почтовый блок из пяти марок серии «Спорт» на тему чемпиона Казахстана Геннадий Головкин выполнен оффсетной печатью в четыре краски с рамочной перфорацией. Номиналы почтовых марок в блоке литера А, 121 тенге, соответствуют тарифу на пересылку простого письма весом до 20 грамм. Почтовые марки отпечатаны на республиканской банкнотной фабрике. Напомним, что сегодня чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин готовится провести поединок с британцем Келл Бруком. Бой состоится 10 сентября в Лондоне. Спортивные аналитики предсказывают британцу тяжелый бой, и преимущество Брука в скорости вряд ли будет иметь большое значение. А на днях в Мексике в посольстве Казахстана Геннадию Головкину вручили чемпионский пояс WBC и присвоили титул абсолютного чемпиона мира по версии WBC. Поясом Головкин овладел после отказа мексиканского боксера Сауля Альвареса от запланированного на сентябрь титульного боя. В церемонии вручения участвовали руководители международной спортивной организации, действующие и бывшие чемпионы мира по боксу, а также представители более 40 зарубежных СМИ. Это уже четвертый чемпионский пояс в арсенале Геннадия Головкина. Боксер также является чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO. И вот теперь по версии WBC. Он провел 35 боев, 22 из которых завершил досрочно. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Чемпионат Республики Казахстан по картингу прошел в Караганде. Организаторами выступила Федерация автомотоспорта Республики Казахстан при участии Акимата и областного управления спорта. Картингисты всей страны с Федерком прошли два этапа. Где будет проходить третий этап и у кого есть все шансы на победу, расскажет Екатерина Афанасьева. Соревнования в самом разгаре. Участники борются за право стать лучшими на трассе. Скорость этих машин достигает до 200 км в час. Адреналин, драйв и скорость – верные друзья каждого участника. Чемпионат Республики Казахстан по картингу проводится 60-х годов. В этом году местом проведения первых двух этапов была выбрана Караганда. Третий этап пройдет в августе в Кустанае. Именно там будут названы победители. Главный судья соревнований Николай Кукушкин. Картингом мужчина занимается с 1965 года. За это время он одержал 26 побед на республиканских соревнованиях. Сейчас тренер с 40-летним стажем является руководителем областной спортивной школы по техническим видам спорта. Такому человеку есть, что передать своим ученикам. Помимо техники вождения, ребята постигают азы профессии механика. В моей школе они сами работают на станках, на фрезерах, токарах, сверлильных. Тут сварка, конечно, тренера помогают. Ну, многое еще с виногурками делают. И со школы много ребят, которые теперь работают в сервисе, в центрах, разбираются в моторах. Соревнования проводятся по шести классам. Участвуют в них 59 человек. Судьи уже могут выделить тех, кто имеет все шансы на победу. Вячеслав Кельмаматов является одним из них. Картингом мужчина начал заниматься с 10 лет. Сегодня он один из тренеров карагандинского картинг-клуба «Андеграунд». Команду своих учеников Вячеслав тоже привез на чемпионат. По словам мужчины, картингом может заниматься любой желающий. Картинг выбрал, потому что этот спорт связан, во-первых, с техникой. Это автомобильный спорт. Я всю жизнь занимаюсь автомобилями. Меня это привлекает, мне это нравится. Адреналин, скорость, кураж, соревнования. День соревнований выдался довольно жарким. Но атмосфера накалилась не столько из-за жары, сколько из-за боевого настроя участников. Валерий Тродно тренируется у Николая Кукушкина уже 6 лет. В прошлом году именно он стал чемпионом республики. В этом году парень вновь настроен на победу. В том году очень хорошо отдавалась победа. В двух классах занял первое годовое место. По республике? По республике, да. А в этом году? В этом году немного трудностей. Соперники сильные. Так все в порядке. Есть на чемпионате и своя звездочка. Толкын Ибрай из рудного королева картинга. В свои 14 она смело садится за карт и управляет машиной, как настоящий профессионал. Многие пытались отговорить Толкын, утверждая, что картинг – мужской вид спорта. Но девушку это не остановило. Очень много волнения. Соперники все очень сильные. И в команде все очень сильные. Все поддерживают меня и помогают. Те, кто неравнодушен к автомобилям и картам в том числе, могут записаться на занятия в крытом картинге по адресу Саранское шоссе 8 и начать готовиться к следующим соревнованиям. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. Нехватка инвентаря и отсутствие летнего стрельбища не позволяют достичь высоких результатов темиртаусским лучникам. Это показало последнее соревнование. На темиртаусском стадионе «Строитель» состоялся традиционный республиканский чемпионат по стрельбе из лука. По традиции во многих номинациях победу одержали спортсмены из Талдыкургана, Астаны и Алматы. На протяжении шести дней на темиртаусском стадионе «Строитель» шумели нешуточные страсти. Сильнейшие лучники страны собрались в темиртау для того, чтобы выявить победителя на главном старте года – чемпионате Казахстана. В соревнованиях приняли участие и темиртаусские лучники. Они представляли весь Карагандинский регион. «Задача сейчас в нашем городе уже появляется первого мастера спорта. Я надеюсь, что первого мастера спорта Казахстана по стрельбе из лука уже в весеннем старте будет. Весенний на СССР чемпионате. Ребята готовы, которые нормативы выполняют. Особенно очень хорошо работает в этом направлении наш старший тренер Карагандинской области Кирилл Цаль». На чемпионате наши земляки действительно показали все, на что способны. Однако этого оказалось мало для того, чтобы просто приблизиться к лидерам соревнования. Темиртаусским спортсменам не хватает спортивного инвентаря и лукодрома для тренировок в летнее время. Как оказалось, с этой проблемой сталкиваются не только наши стрелки. К примеру, в Павлодаре и Астане также нет летнего стрельбища. Однако это не мешает им входить в число призеров и лучших лучников страны. «Буквально за неделю до соревнований у меня два парня выполнили мастеров на тренировке. На тренировке – это тренировка, и результат нужно показывать на соревнованиях. Как я и объяснил, тяжеловато на больших дистанциях». В число призеров подопечные Кирилла Цая, к сожалению, не вошли. Победителями чемпионата стали лидеры своих команд и сборной Казахстана. Артем и Денис Ганькины, Фарида Токебаева и Елена Ли. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала Анасова Бонстар. Субтитры создавал DimaTorzok